Добро пожаловать на наш канал! Сегодня мы говорим о спектакле «Шепот сердца». Что это за произведение? Что зритель увидит на этот раз? Это сразу оговоримся, что премьера для Кишинева. Я был на премьере этого спектакля в Москве два года назад. Ну и с того момента все договаривались, когда же Кишинев. Хочу сказать, что Евгений Валерьевич всегда переживает за финансовую ситуацию, связанную, чтобы оптимизировать стоимость бюджета, чтобы билеты были дешевле. А я всегда бьюсь за то, чтобы был полноценный спектакль с декорацией. И вот мы всегда, я наоборот, за то, чтобы это было по-взрослому, он за то, чтобы это было максимально экономно. И к чему пришли в этот раз? Но к компромиссу приходите, судя по всему. Благодаря друзьям, партнерам, которые помогают облегчить финансовую нагрузку, спонсорской помощью, мы умудряемся как-то найти в наших реалиях какую-то удобную схему, при которой мы можем позволить людям обеспечить доступный билет, скажем. Несмотря на то, что это моноспектакль, Евгений Гришковец всегда работает в полноценной сценографии. В данном произведении, в том числе, как было ранее в других, приводится оригинальная сценография. Да, конечно, может быть, кому-то кажется, что все так просто и примитивно, но сценография высчитывает очень четко задачи автора, он же режиссер, скажем, да, и решает тот, в принципе, кажущийся минимализм, решает всю ту нагрузку, которую автор задумал. В этом произведении от света, звука, атрибутики, реквизиты и так далее. Если возвращаться все-таки к тому, с чего Денис начал, не о технических сторонах вопроса, а о содержании. То есть, что на этот раз увидит зритель, что почувствует зритель? Ну, я думаю, что поклонники Евгения Валерьевича давно уже просмотрели спектакль. Тут для большинства абсолютно понятно произведение в чем. Кто-то в аудиоварианте тут слушал, кто-то в ютюбе посмотрел. Для тех, кто еще не прикоснулся к этой истории, ну, тут как бы задача же основная у автора была от среднего лица вести монолог с человеком. То бишь, два часа человек, автор читает рассказ о том, как разговаривает сердце с его хозяином. И во всех перипетиях жизненных, начиная от чувств, эмоций, физических нагрузок и так далее. То есть, довольно интересно. Я это произведение слушал в оригинале еще до спектакля. И меня тогда удивила смелость именно такой задачи, как можно заставить человека рассказывать от имени сердца, который общается с хозяином сердца. В общем, как всегда бывают случаи Гришкоца, каждый найдет себя и найдет... Однозначно так и будет. Каждый найдет себя и будет смеяться сам себя во всех жизненных проявлениях, начиная от любви к близкому человеку, дружбы. И довольно оригинальные будут повороты, о которых мы, наверное, даже не задумываемся, что мы это делаем, себя растрачиваем в тех моментах, которых на самом деле не стоило бы на самом деле. Вот если говорить еще о том, что приезд Евгения Гришковца далеко не первый в Кишинев, и это вы привозите, я ведь понимаю, что это ваша личная симпатия к этому артисту? Ой, это вы сейчас за больное взяли, да. То есть, это с самого первого раза лично строится, в первую очередь, наверное, на моей симпатии. Все дальше работа коллектива, это однозначно. И тех партнеров, которые любят по-человечески автора, скажем. Сначала как автора, потом, может, как друга. Так за эти годы сформировалась группа товарищей. То есть, даже грань такая, да, как дружба появилась. Ну, я вам скажу, что если есть группа людей, которые просто спокойно могут позволить приехать в гости к нему, к семье, со своей семьей, на дачу, домой, то есть, как бы, это уже такие отношения, что... Ну, человек настолько держит нормальную вот эту ситуацию дружбы, скажем, что... Ну, значит, вы знаете какие-то его отзывы о нашей аудитории, наверняка вы слышали. История сегодняшнего приезда, скажем, о котором мы осуждаем, это впервые лето. И мы всегда, находясь за столом с группой товарищей, скажем, всегда вот он говорил, ну что же у вас так все по-серому-то? Наконец-то краски. Наконец-то краски у вас грязный, по всей Сибири, скажем, да. Я говорю, ну вот когда-то мы должны сделать лето. И вот четвертый, пятый приезд, это состоится летом, где можно будет и покушать чего-то уже такого свежего совсем, и на зелень посмотреть. И еще мы придумали еще один там проект у нас 9-го числа, еще одно мероприятие уже в другом формате, не спектакль, а творческий вечер. И я специально убедил артиста в том, чтобы это произошло в этно-обстановке на Шато. То есть это будет другой формат совершенно для узкой аудитории. Да, это открытое мероприятие, оно не закрытое. Но это будет... Попасть будет довольно сложнее, да? Это формат, не то что сложнее, это просто как бы формат немножко другого характера. Но я очень хотел, чтобы он поехал... Он даже к Кишневу никуда не выезжал никогда. Чтобы он оказался как в селе и поел в другой национальной кухне, может так, другого региона. И там на грани у нас с Украиной происходит это мероприятие, скажем так, на границе фактически. То есть на этот раз не только зрителю будет что посмотреть с приездом Гришковца, но и Евгению Гришковцу будет что посмотреть в Молдове. Да, но при том речь идет о полном цикле там производства, это очень интересно. Вот это да. Потому что у него так исторически сложилось предубеждение к молдавскому вину, а у меня амбиция сломать эту историю. Переубедить. Да, у меня есть амбиция переубедить, а ничего... Вот у него... Он автор такой теории, который говорит о том, что продукт надо употреблять на родине. То есть привезенный продукт на другую территорию не является уже вкусным. Артур, я предлагаю еще раз открыть одну маленькую тайну. Вы сегодня пришли к нам в гости не с пустыми руками. Да, уж тайна, тайна. Да, у нас сегодня разыгрываются два билета, которые получит один наш телезритель. В одни руки мы разыграем два билета. То есть парой пойдет, и вы так решили. Да, пойдет пара. Еще расскажем, что состоится спектакль. 8 июня в Театре оперы и балета имени Марии Биеша. И я, конечно же, хочу... Желательно не опаздывать. Да, в 19.00. В начале 19.00. Что необходимо сделать? Необходимо отправить правильный ответ на наш e-mail утрособака.стс.мд. А теперь, внимание, вопрос. А можно я, да? Или сразу черный ящик. Мы думали, какой бы вопрос вам задать, связанный и с Евгением Гришковцом, и со спектаклем. Но я хотела, с телеканалом СТС вспомнить. Одно время, очень долго на телеканале СТС шел проект, который как раз, не то чтобы и вел, делился мыслями в этом проекте Евгений Гришковец, вот как он назывался. Вы не против, Артур? Вот такой вопрос мы зададим нашим зрителям. Мы же на канале вашем. Поэтому, если вы являетесь еще и поклонниками телеканала СТС, то вы наверняка знаете правильный ответ. Название. Название ждем на нашем. Ждем на нашем e-mail утрособака.стс.мд. Еще раз напоминаю, 8 июня, театр оперы и балета Эмир Марии Биешу, шепот в сердце, Евгений Гришковец. Ждем вас всех в 19.00. Если вы мне позволите, я хочу сказать, что я бы очень хотел, чтобы ваша группа присутствовала на, ну, съемочной медицине, присутствовала на мероприятии. Естественно, со съемкой как таковая проблема самого мероприятия. Но эмоции людей до, после и пару, может быть, закулисных минут интервью с Евгением Валерьевичем, это мы обязательно для наших традиционных, так сказать, утренних зрителей сообразим, скажем. Атур, огромное спасибо, что пришли нам сегодня в гости. Мы продолжаем нашу программу. У нас сейчас короткая пауза, после которой мы вернемся. Субтитры подогнал «Симон»!